Посетитель ресторана подзывает официанта. Любезный, принеси мне, пожалуйста, еще один графин водки. Официант говорит, может не стоит? Графиня, который стоит перед вами, еще больше половины. А тот говорит, неси, неси. У меня предчувствие, что когда я выпью это полностью, я не смогу слинораздельно заказать второй. А сколько ты зарабатываешь? Эту сумму отнюдь не безопасно разглашать в таком людном месте. Вау! Ты же не хочешь, чтобы надо мной смеялись? Раньше никогда не запивал и не закусивал алкоголь, потому что говорил, что крепкий барынь. Потом, когда начали спрашивать, почему ты начал закусывать, я обычно киваю налево, потому что там обычно сидит моя жена. И я очень плохо помню, как она у меня оказалась. Начальники и директоры не писать, не говорить не умеют. Меня никто не любит. Сегодня покупал в магазине крысиный яд. И продавщица спросила, вам завернуть или здесь выпьете? Говорят, что главный закон экономики это нельзя хранить все яйца в одном месте. Не верьте, это неправда. Главное, где взять эти яйца? Как у вас в Москве культурно ездят? Не нарушают? Ну, если коротко, двойные сплошные стираются за месяц. Только путешествуя, можно понять, кому ты на самом деле дорог. Если человек отписался от тебя после какой-то 30-й фотографии из какого-то Парижа, значит он тебе не друг. Доктор Батсон спрашивает у Шерлока Холмса, не кажется ли вам, что вон ворона, который сидит там, просматривает газету и носит пенсионер. Не кажется ли вам это странным? Шерлок Холмс говорит, отнюдь, Батсон. Потому что газета бесплатных объявлений, которые она просматривает, начала печатать объявления очень мелким шрифтом. Продолжение следует...